Музыка Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Стройки века, стройки нашего века в нашем городе, у нас перед глазами, перед самым носом. Стройки, которые начинаются внезапно, как боевые действия недружественных сил. Стройки, против которых все спорят и которые не может оспорить никто. Страсти по строительству – тема нашей сегодняшней программы. Музыка У нас был вызван наряд милиции и уже были задержаны эти люди. На следующий день это все повторилось. Жители дома номер 7 на Казанском шоссе однажды утром оказались в зоне боевого строительства. У нас начали вырубку деревьев, причем без предупреждения, без каких-либо объявлений. Просто жильцы уже уверены, что вырубают здоровые деревья. Естественно, жильцы выбежали и начали требовать законные документы, чтобы предоставили, показали, что и почему это происходит. В результате нам в этом было отказано. Люди были достаточно, вели себя агрессивнее, по-хамски. Встанет этот дом девятиэтажный, наши окна будут закрыты от солнца. А у нас двухкомнатная квартира, у нас окна только на ту сторону. Это значит, мы всегда всю жизнь будем жить в сумерках. Жители дома номер 37 на Московском шоссе также протестуют. Дом, который строится в их дворе, кажется им лишним. Быстро за один вечер и забор поставили, и будки навезли. Они ни с кем не посоветовались, они никого не поставили в курс дела. Здесь же три огромных девятиэтажных, 15-этажных дома. Могут ли жители влиять на решение властей о новом строительстве во дворах? Уйдет ли в прошлое точечная застройка? Как реализовать наше право на достойную среду обитания? Смотрите внимательно. То, что случилось, может случиться с каждым. О проблемах точечной застройки в различных точках нашего города мы разговариваем с нижегородским адвокатом Камо Витальевичем Артюняном. Здравствуйте. Добрый день. Их никто не уведомлял, он, в начале строительства. В случаях, когда создается учреждение, соответствующее основному виду использования данной земли, получение разрешений и проведение публичных слушаний с жителями действующим законодательством Нижнего Новгорода не предусматривается. Это почему это? Законодательство говорит об этом, потому что оно конкретизирует нормы федерального закона об основах организации местного самоправления, которые предусматривают четкий перечень вопросов, по которым слушание обязательно. Но я более того замечу, даже в тех случаях, когда слушание проводится, они обязательного характера не имеют, имеют лишь рекомендательный. Конечное решение остается за главой города, либо главой администрации. Точечная застройка, которая возникла по официальной версии из необходимости сохранить историческую сущность городов, превратилась сегодня в обременительную проблему. Нам нанесли и моральное, и физическое расстройство. Мы буквально, у нас люди с ночных смен не спят. Вот бабушка, у нее внук маленький, он не спит уже дома, он уже боится этого стука, этого качания в колыбельке. На Казанском шоссе строится клиника пластической хирургии. Жители пробовали протестовать на основании того, что земля под домами их собственность. Если этот дом, если ССЖ, у них земля в собственности, то мы понимаем, что нам землю не дали. Мы просто стоим на земле, которая принадлежит муниципальным властям. На Московском шоссе жители также надеялись, что без их разрешения новый дом не построят. Бумажки можно, они всегда сделают. И сделают так, как им надо. Так что этим бумажкам веры нет. Зона, которая относится к Дому по Казанскому шоссе, это зона Ж6, зона многоэтажной жилой застройки, более 10 этажей. Но она подразумевает и строительство общественных зданий, под которыми подразумеваются в том числе и медицинские учреждения. То есть получается, что город разделен на зоны? Да, именно так. То есть каждая территория города, то есть не в рамках отдельного района, а дробление даже в рамках отдельных кварталов по различным зонам. И в этих зонах определено... Можно или нельзя? Да, определено их назначение и использование. Тогда мы должны сказать нашим телезрителям, что прежде чем покупать квартиру в той или иной зоне, не в районе, а в зоне, нужно поинтересоваться, что за зона и какая за стройка в ней может быть. Я права? Да. А где узнавать содержание этих зон? Содержание зон, к счастью, имеет публичный характер. В Нижнем Новгороде имеются правила землепользования и застройки, утвержденные постановлением Городской думы. И в качестве приложения имеется план каждого района Нижнего Новгорода с отражением каждой зоны. Они выделены специальными цветами. Итак, еще раз предупреждаю, смотрите не только на район, но и на зону. Хорошо. Клиника пластической хирургии. Медицинское учреждение может строиться на любом расстоянии, да? Расстояние даже не то, что медицинских, а даже жилых домов, от жилых домов, оно установлено законодательством. Это вопрос, конечно, уже очень детальный, соблюдение которого нужно проверять, исходя из конкретного случая. Но касаемо медицинских учреждений, которые строятся рядом с жилыми домами, их вредное воздействие на окружающую среду не должно превышать того вредного воздействия, которое существует от жилых домов. Это обязательное требование в данных случаях. Ну, наверное, прошли все эти требования, раз вырыли или роют котлован. Ну, видимо. А вот какие документы должны запросить жители? Вы знаете, жители сами по себе проверяющей и контрольной организацией не являются. Они могут лишь обратиться к комитетному государственному органу. Куда? Куда должны обратиться жители, чтобы узнать, почему разрешили строительство? По вопросам строительства имеется Государственная инспекция строительного надзора в Нижегородской области, расположенная по адресу площади Свободы, дом 1. Она является компетентным органом, осуществляющим строительный надзор и уполномочена привлекать организации к административной ответственности. Они приходят во дворы, ломают детские площадки, уничтожают деревья, лишают жителей земли света чистого воздуха. Они наступают на горло чужой песни, уплотняющей застройки. Вас тут много, вас тут не стояло. Как противостоять застройкам вблизи наших стен? Имеем ли мы на это право? Видел, что вырубают деревья. То есть, как я вначале думал, это вырубка сучьев, потом увидел, что нам тут устроили лесополовокровенный. Все вот это вот место было как бы засажено деревьями уже такими, большими, взрослыми деревьями. И все вырубили. Основная вырубка велась вот на этом пятачке, вот здесь вот, как раз. Соответственно, вот часть деревьев вы видите, часть уже убрали. Причем на второй раз, на второй день, когда они приехали, это все было проведено достаточно варварским способом, с нарушением всех мыслимых и немыслимых техник безопасности. Деревья падали прямо на дом, были разбиты окна у жильцов. Соответственно, как бы законность данных решений и законность данных действий вызывает большое сомнение. Как относится Комитет по экологии к тому, что городские власти дают разрешение на вырубку деревьев перед началом строительства жилого дома? Ну, наверное, как любой здравомыслящий человек, также и Комитет по экологии отрицательно смотрит на данные решения городской власти. Это, например, около дома номер 7 по Казанскому шоссе, где вырубили более 50 деревьев и тоже дала разрешение городской администрации, правда, с некими оговорками, что будет произведено компенсационное озеленение где-то рядом. Но, тем не менее, и немаловажно то, что жители в данном вопросе принимают самое активное участие в плане того, что как только начинается вырубка, будь она законной, незаконной, жители нашего города начинают тут же стучать во всех околах, и это очень важно. Жителям домов, на которых обрушивается точечная застройка, не позавидуешь. Шум от строительной техники, паника от забиваний свай, бетон и непролазная грязь. Точечная застройка разрушает привычную среду обитания. Вырубаются скверы, сносятся торговые точки, закрывается служба быта и многое другое. А вдобавок увеличивается количество автостоянок. У нас 900 жителей, у каждого машины. Мы не можем машину поставить. Представляете, у нас вот сейчас яблоко возникло. И здесь стояли наши машины. Сейчас здесь будет, ну хоть как-то будет, был газон и парк. Сейчас это все заасфортируют. Будет огромнейшее здание стоять. Ихние машины. Ихние машины. У нас вообще здесь не протолкнешься. Ответы, вот они содержатся вот в этой папке документов. И все ответы, которые пришли, говорят о том, что все нормы строительные выдержаны, что все документы правовые, которые собрал непосредственно засройщик, он прошел абсолютно все, от конкурса в областном правительстве до разрешительных документов в городе, собрано сдавание всех законов. Депутат городской думы Алексей Гойхман показывает нам папки с запросами. Куда он только не писал, запрашивая законность строительства дома на улице маршала Казакова. После того, как я собрал всю папку документов, где, в общем-то, пишется одно и то же, что никакие права жителей не нарушены, что все нормы строительные, пожарные соблюдены, я выезжал на место строительства сам для того, чтобы убедиться в том, что эти ответы соответствуют действительности. И могу сегодня с полной ответственностью сказать, что действительно нормы не нарушены. Единственное, наверное, что мне бросилось в глаза, это то, что на время строительства огорожена детская площадка, которая была во дворе дома, номер 17А, по Московскому шоссе 17А. Она действительно огорожена, и я написал письмо с просьбой руководителю организации, которые строят, чтобы даже на время строительства детская площадка была освобождена от заборов, от тяжелой техники. В 2009 году этот участок решили Министерство совета при губернаторе, был выделен целевым образом под строительство клиники пластической хирургии и стоматологии и межстоматологии. Там такой интересный проект, как раз делал мастерскую известную мастерскую Четрыгину, там от одного до четырех этажей такая этажность. Все документы оформлены верно, и связи с наземью, разрешение строительства, все, буквально весь комплект документов. Инвестор разработал очень неплохой проект. Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин любезно рассказывает нам историю вопроса. На мой взгляд, проблема возникла в недостатке информации у жителей, в неинформированности жителей о планах застройщиков. Потому что, ну, сами понимаете, у вас при отсутствии информации каждый додумывает то, что считает нужным. Начиная с того, что 18-этажный дом поставят и заканчивают там, ну, совершенно таким страшным проектом. Это первое. Второе. Ну, это, естественно, должна была быть обязанность инвестора, когда он заходит на эту площадку. Потому что он этот проект разрабатывал больше двух с половиной лет. Потому что там все прописано под именно клинику, не больницу, потому что люди начинают думать, что вдруг там будет больница какая-то очередная. Нет, это частный клиник, там, без ночного нахождения. Второе. Ну, начало реализации проекта. Когда мы дали разрешение на снос в границах строительства, разрешение на снос деревьев, ну, мы сами были возмущены, как это все происходило. То есть там даже вплоть до того, что когда эти деревья, они без всяких выполнений требовали техники безопасности, там даже и стекла побили некоторые в доме, вот, возник конфликт с жителями. Нам, мы с помощью полиции вмешивались в этот конфликт и его урегулировали, ну, как урегулировали, приостановили все это действие. Пугает только тот факт, что застройщик не показывает своего лица народу, на чью территорию пришел. Не проводит встреч, не советуется, как сделать совместную жизнь краше. Пору памятники во дворах ставить. Памятник неизвестному застройщику. Алло, здравствуйте. Нижегородская областная телерадиокомпания ННТВ. Программа «Добро пожаловаться». Меня Елена зовут, а вы кто? Елена Борисовна. Елена Борисовна. Скажите нам, пожалуйста, застройщик встречается с людьми, разъясняет, что это будет за дом, когда он будет построен? У нас информативная доска висит на самой площадке. И вопросы по встрече с жителями это вам нужно задать директору. Директор. Дело-то в том, что директор с нами не хочет встречаться, поэтому каким-то образом нам приходится информацию выуживать буквально по каким-то маленьким... Я ничего вам, к сожалению, не подскажу. Да, я слушаю. Андрей Анатольевич, ННТВ, Нижегородская телевидение, программа «Добро пожаловаться». Скажите, есть ли документы, разрешающие строительство клиники пластической хирургии на улице Казановской шоссе, дом 7? И что это за документы? Я могу вам показать документы, чтобы не было никакой болтовни и голословности. Люди, которые у нас просят квартиры, просят за то, чтобы не шуметь, просят деньги, а теперь они уже ничего не хотят, потому что мы подняли шум искусственно и объясняем людям, что так нельзя себя вести в обществе с нормальными людьми, которые живут. Этим бабушкам, которым мы объясняли, которые были сначала против стоянки, которые там незаконно находятся, против заправки Булавинской или чьей там, я не знаю, мне без разницы, против газоперекачки, которые находятся там рядом, тоже я не знаю, понимаете? И как бы не совсем корректно себя ведут люди в отношении нас. Оскорбляют, унижают, достоинствуются со стороны. Почему мы это терпим? Вы не знаете в этом обществе? Вы как журналисты, скажите мне, пожалуйста. Как вам кажется, у этих жителей что-то получится? Вы знаете, это вопросы требуют уже специальных познаний касаемо в сфере строительства. Но я предполагаю, что у них есть шансы, потому что даже не специалисту видно, что нарушаются требования, касающиеся разрывов между домами. А вот если объект точного строительства, это многоэтажный дом, согласован со станциями и имеет все разрешительные документы, могут ли прекратить строительство этого дома на основании только того, что жители недовольны? Нет. К сожалению, данное недовольство не будет являться основанием. Основанием для приостановления, прекращения строительства, либо даже для сноса фактически построенного, будет являться лишь доказывание, я думаю, в судебном порядке, факта несоответствия проектной документации, требованиям законодательства, либо незаконности выделения земельного участка, либо доказывание факта самовольной постройки. Скажите, пожалуйста, что мы можем посоветовать всем людям, у которых во дворах растут как грибы новые дома? Я думаю, им необходимо в первую очередь проверить те документы, на основании которых ведется строительство, а также проверить то право, на основании которого застройщику предоставляется земля для строительства. В случае, если они обнаруживают нарушение закона, то они вправе оспаривать данные документы в судебном порядке, причем основанием для оспаривания будет являться именно близость расположения к данным земельным участкам, к их земельным участкам и к их домам, и ставить вопрос, например, о ничтожности договора аренды земли, который заключен застройщиком, о незаконности государственной экспертизы, и даже вопрос о самовольности постройки, если будут существенные нарушения градостроительных и строительных норм. Начатую стройку не остановить, как не остановить летящий лом. Жители выступают с протестами, пока последний этаж нового дома не просигналит над их головами недосягаемой высотой. Спросите у любого жителя города, чего он боится больше всего, и в числе самых основных страхов возникнет страх перед новым строительством. Столичные чиновники теперь обязаны два раза в неделю ездить на работу в общественном транспорте. Интересно, будут ли им доплачивать за вредность и нашим чиновникам так. Пересмотрены параметры границ артериального давления. Теперь 140 на 90 не будет считаться отклонением от нормы. Поздравляем всех с повышенной нормой. Посещение музеев станет обязательным для школьников. Жаль взрослых. Нельзя по закону обязать ходить в театры и в музеи. Культура лишней не бывает. С вами была программа Добро пожаловаться. Встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова